МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петушинским районным судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Сядет за сломанную челюсть. Октябрьский районный суд вынес приговор Владимирцу, устроившему драку в ночном клубе. История произошла 22 июля этого года. В тот вечер подсудимый проводил время в увеселительном заведении в центре города. Внезапно у него возник конфликт с незнакомым молодым человеком. Двое мужчин вышли выяснять отношения на улицу, и там подсудимый нанес пострадавшему несколько сильных ударов в лицо. В результате парень получил двухсторонний перелом нижней челюсти со смещением отломков. Ему уже сделали несколько операций, но лицо по-прежнему обезображено. Появился дефект речи. Суд назначил любителю подраться три года лишения свободы в колонии общего режима. Колкову нашли замену. За социальную политику в 33 регионе теперь будет отвечать Марина Чекунова. Она приехала из Москвы и в должности в Рио первого зама губернатора с сегодняшнего дня. Ей 55 лет. Окончила историко-филологический факультет Университета дружбы народов. Работала в партии «Единая Россия» у губернатора Подмосковья в администрации президента. Помогала министру труда и соцзащиты Топилину. В отличие от Колкова, который был просто замом, Чекунова после согласования ее кандидатуры с ЗАГС Собранием может стать первым заместителем губернатора. А поскольку первых заместителей у Сипягина может быть всего три, в просто заместители уже разжаловали Александра Байера, который пришел в команду нового губернатора отвечать за ЖКХ. Полицейские отправились в новогодний патруль. Благотворительный автопробег с таким названием стартовал по инициативе МВД России. Первой точкой маршрута стала Владимирская область. Ковровские полицейские нанесли визит в детский дом поселка Мелехова. Малышам рассказали, как поступить на службу в органы и поделились личным опытом. Полицейские поинтересовались, знают ли ребята правила личной безопасности. Детям задавали вопросы, как вести себя с незнакомцами и что делать, если малыш потерялся в городе. Выяснилось, что воспитанники детского дома знают все правила безопасности на отлично. Малыши поблагодарили полицию за праздник и подарки, а новогодний патруль отправился в другие детские дома страны. КОНЕЦ